Актуальная тема к празднику. Склад вместо мастерской, коридор вместо столовой. В Черновицкой области вот уже полгода дети учатся в аварийной школе. И это при том, что рядом строится трехэтажное современное учебное заведение. Что стопорит это строительство и когда дети наконец сядут за парты в новой школе, выясняли мои коллеги. Вот уже полгода школа в селе Ярданешты аварийная. В начале марта столетнее здание стало рушиться просто на глазах. Вместе со снегом таялись стены. Теперь здесь метровые дыры. Директор школы показывает класс, где когда-то учились второклассники. С этого кабинета и началось разрушение. Теперь здесь склад со школьными принадлежностями. Ученикам сюда даже входить нельзя. Мы приехали, вот на день открыли и сразу это все так, как есть. Трещина, она за низ, за день, ну, конечно, налякалась. Даже не знали, мы перешли там и в юдальню, там побачили, что тоже пришли трещины. Трещинами покрылась почти вся школа. Чтобы дети могли учиться, под класс переоборудовали учительскую. Педагоги теперь теснятся в маленьком кабинете информатики. В таких условиях говорить о качественном обучении нельзя. У нас нет умов для проведения уроков информатики, трудового, навчания и физкультуры. У нас нет умов, нет актов и зала. Если холодно на улице, холодно очень и в помещениях, мы вымушены скорочевать уроки. Они каждый день рискуют своей жизнью, находясь в аварийной школе. Деваться и ученикам, и учителям некуда. Новое учебное заведение, которое, к слову, вот уже пятый год строят неподалеку, все не могут закончить. Обещали, новоселье будет первого сентября. Потом перенесли на октябрь. Теперь еще на месяц. А вот подрядчик убеждает, если бы не бюрократическая волокита, школу давно бы закончили. Новую трехэтажную школу строят в соответствии с последними требованиями образовательного процесса. Просторные классы, вентиляция и никаких панелей. В том, что дети все-таки будут здесь учиться, верят и родители. Однако долго ждать тоже не готовы. И чтобы ускорить процесс, родители готовы сами достроить школу. Ждут только команды. Ольга Теребинская, Ольга Поломарюк, Игорь Игорь, подробности, телеканал Интер, Черновцы.